Девушки отдыхают 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 Сегодня у нас Тема очень Сложная И до какой-то степени опасная почему потому что о воле Божьей говорите о воле Божьей сегодня говорите по слову Божьей возьмите сразу на группу старшего новый совет советую чтобы у всех была книга в следующий раз я буду говорить места священного писания вы будете открывать и где запишу я то есть какие записать нужно вы запишите писать будут старшие только маленькие еще не будут писать потом будь любезна итак воле Божьей мы живем все в этом мире зло безбожном нас окружают страшные страшные такие люди которые не признают Бога даже и те люди которые вот учатся которые бывают в окружении людей они тоже самое встречаются с такими людьми которые не зная Бога и нарушая его заповеди делаю не добрые дела Господь сотворил нас всех прекрасно человека на земле и знайте что сотворив человека Господь дал свои заповеди и как правильно исполнять его волю человек часто люди говорят да мы молимся ходим в церковь некоторые верующие как будто бы делаем добрые дела и встречаются с человеком ну как ты живешь как твоя жизнь протекает что начинают расправить да по милости Божией хорошо по милости Божией а живешь ли ты по воле Божией увы человек даже и не знает некоторые спросят а я не знаю что такое воля Божия и как ее исполнять вот видите чтобы познать волю Божию нужно быть очень внимательным много много читать много много молиться и мы хорошо что мы православные у нас есть посты не соблюдать и на исповедь ходить текается искренне греха но как же познать волю Божию нам детям а вы уже взрослые считайте 14 15 16 лет вам уже так что а те которые маленькие они от старших узнают как правильно поступать в том или ином случае в жизни и если человек иногда говорит что он считает что а я исполняю волю Божию а как ты ее исполняешь он может быть не волю Божию исполняет а волю сатану и этого не знает и он живет как будто бы все хорошо у него я же исполняю волю Божию я все делаю что предписывает церковь а по существу он далеко ушел от Бога и от никакой воли Божией он вовсе не исполняет так чтобы узнать для того чтобы исполнить нам нужно читать слово Божие узнавать познавать и только тогда сопоставлять каждое свое дело кто учится в школе то же самое а угодно ли это Господу Господи если это тебе угодно я буду исполнять так вот а я хочу вот так вот сделать и часто слышу дети я хочу так я хочу так и не слушает то что слушает то есть старается свое на первое место поставить вот это как раз опасно это может сатана человека увлечь в другую сторону в другую сторону увлечет его и скажет вот так исполняет то есть по своему желанию по своему самолюбью а часто человек надменно поступает как так я же вот хожу в церковь пощусь и делаю то и другое так ты не делаешь как Господу угодно как его воле угодно вот поэтому детям нужно очень быть осторожными всегда старше особенно Господи а угодно ли тебе вот это то что я хочу сделать а тебе это угодно если воли твоей нет хорошо я тогда не буду делать по своему желанию потому что часто бывает что мы встречаемся вот дети сравнение такое и каждый воин если мы возьмем воин воин да воин они очень строго строгая дисциплина и строго себя ведут и стараются исполнить то что говорит ему главнокомандующий они стараются исполнить а у нас мы воины Христа и поэтому мы должны слушать голос Бога голос Христа и стараться исполнять так как Господу угодно вот первый стих мы прочитаем 1 Иоанна 2 17 и мир проходит и похоть его а исполняющий волю Божию пребывает во век дальше мы знаем не знаете ли что дружба с миром есть вражда против Бога вот эти слова если кто-то еще не заучил мы раньше заучили то это запишите место священного писания и потом все не знаю скотч это запишите и забудьте наизусть господь говорит пророка Исаия 45 глава 7 стих я образую свет и творю тьму делаю мир и произвожу бедствия я господь делаю все это господь так прекрасно сотворил весь мир и все необходимое и прекрасно сотворил человека и дал заповеди и волю божию так вот мы чтобы познать волю божию мы должны тщательно изучать исследовать священное писание и заповеди его будем исполнять его заповеди это и есть вы исполнять его волю очень много детей вот такой воля божия это прям поступенчато если идти то как открываем евангелие от матфея там очень много заповедей евангелия от матфея какая глава пятая глава да блаженны нищие духом блаженны плачущие блаженны миротворцы и так далее все это мы читаем и в церкви поют об этом и вот каждый отдельно стих мы должны стараться а делаю ли я так а вспоминали о грехах своих у каждого есть совесть человека у человека и поэтому должен поступать к особости как тебе господь говорит нам дети нас сотворил господь вот мы он все знает он видит все и до самого конца он знает дни нашей жизни вот как мы живем он все видит и знает он уже знал нас еще не было а он уже знал что мы будем он знал всю нашу жизнь как мы будем учиться как мы будем работать как жить будем в этой жизни он все это знал наперед и чем закончится наша жизнь он тоже знал и еще посмотрите зародыш мой если мы в псалме читаем 138 16 стих зародыш мой видели очи твои в твоей книге записаны все дни для меня назначены когда ни одного из них еще не было вы уже знаете этот стих да и вот на череме говорится по милости господа мы не исчезли ибо милосердие его не истощилось и мы по сей день господь нас еще хранит и мы должны быть очень благодарны тому что господь нас милует еще он говорится о том что он милует господь нас но он знает где мы отвлекаемся отклоняемся от его заповеди от его воли поэтому мы должны быть очень внимательны и вот так даже сесть дома дома подумать о том что а исполняли я заповеди а исполняли я волю а если в том воля божия что я хочу вот так вот что то сделать поразмышляйте подумайте а в школе когда встречаемся нас такое окружает вот сейчас особенно много очень и не только дома по компьютеру там занимается и по телефону но в школах вот если такое в школе слышала что дети как то как то они вот что то что исходит из телефонов что легко слышал я вот слышала что он какой то кайф получается как наркотик напомню какой то воздух запах и вот человек когда увлекается этим и он как то дышит что ли говорит и получает какое то это зависит кайф зависимость просто ну может быть поэтому там много очень отличательного и нашим детям не стоило бы увлекаться этим берите из интернета или по телефону вы смотрите только полезное а там очень много полезного можно взять и примут в своей жизни вот мы сегодня запишем вот такие слова запишем сейчас дети посовем отлично в Англии все очки и это и в в в технических и в в т в эん в н Если Господь дал нам жизнь, то Он готов дать нам им познать Его волю. 1 Иоанна 2.17, дети, запишите 1 Иоанна 2.17, просто запишите, а мы сейчас у вас времени не будем, чтобы выписать полностью, а вы дома найдете и выпишите, хорошо? 1 Иоанна 2.17, даже вот можно прочитать, теперь Псалом 118, 95, запишите. Батюшка. Запишите, пожалуйста, 118, 95, Псалом 118, запишите, пожалуйста, 95 по 101 стих. Я думала, что мы здесь запишем, но мы, дети, уже не успеем. 1 Иоанна 2.17. Бангелет Матфея. Бангелет Матфея, 10 глава, 29 стих. Будьте любезны, запишите. Вы знаете, что изучение Слова Божия дает мудрость, и Бог дает. А страх Господень, что? Начало мудрости, страх Господень. Вы об этом знаете, да? Начало мудрости, страх Господень. Так, еще записать. Иоанна 10.27. Иоанна 10.27. Это выучить все или просто прочитать? Это просто выписать. Заведите тетрадочки, потому что сейчас, с сегодняшнего дня, на каждом занятии нужно иметь тетради, и будете записывать. Запомните, тетрадь, по Слову Божьему, по Слову Божьему, тетрадочка будет для записи, для научения. Понятно? Будете постоянно там, какие заповеди будем выписывать. Вы уже знаете, Ветхозаветные заповеди, Новозаветные заповеди. Будем выписывать и учить. Постепенно по одному стиху будем заучивать. Сегодня на дом будет стих. Плач Иеремии 3.22. Плач Иеремии 3.22. Если кто-то уже знает этот стих, то хорошо. А кто не знает, выучить. Галя, будь любезна, прочитай. Сегодня мы прочитаем очень хороший стих. Вот этот я плохо вижу. Сейчас вылечу. Пожалуйста. 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 В чье долгах небесных блаженствовать будет. И ответили мне. Нет. Первое начало. Начало. Ага. Посмотрите. Я, как каждый из вас, был когда-то несчастный Был я беден, и нарк, и духовно больной Но однажды увидел я небо прекрасное И весь мир озорил свет любви неземной Мне сказали, что есть мир иной, бесконечный Мне сказали, что в небе есть чудный чертог Там святая любовь поселилась навечно И узнал я, что имя любви это Бог Мне сказали, создавшие небо и звезды Сотворивший вселенной таинственный мир Для искупленных чад всех племен и народов В небе светлом готовит неслыханный пир Кто ж они, эти счастливые? Где эти люди? Как же можно достичь мне такой высоты? Кто в чертогах небесных блаженствовать будет? И ответили мне, если веруешь, ты Я на пир в небеса, но я в страшных пороках Может, нужен там выкуп? Так беден ведь я Но взгляни, мне сказали, взгляни на Голгофу Видишь, страждет он, алая льется струя Это он твоя жертва, за грех искупитель Иисусу за смертью расторгнув воскрес Это он приготовил нам в небе обитель В беспредельных и вечных просторах небес О, пойми, человек, в небе двери открыты Сам создатель миров руки тянет к тебе Мимо любящих рук я молю Не пройди ты Мимо вечной любви Не пройди, человек Нам, знаете, Тихона сегодня дал список Учителей 6 человек По очереди Надежда Васильевна, Игорь Дыбунов, Надя Дмуха, я еще там Володя Пащенко Ефесянам 5, 15, 17, еще будьте любезы, запишите Я еще не успела, это на следующем уроке Потому что это очень... А, Ефесянам Это все выпишите в тетрадочку? Повторите в тетрадочку А, Ефесянам 5, 15, 17 5, 15, 17 5, 15, 17 Ага, это вы пишите в тетрадочку А заучить только один стиль Следующий урок Плач и ремень, правильно? Плач и ремень Да, Плач и ремень Итак, ведь на следующем уроке будет продолжаться Это тема А пока вы сделаете третий За ремень точки не забывайте, дети Ремень точки возьмите все Спасибо, что пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Благослови Душа моя Господа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok